Снова здравствуйте! Снова с вами я, Михаил, канал Картавый Блогер. И сейчас мы будем делать обзор на очень дешевый, очень бюджетный смартфон. А поговорим мы с вами о телефоне Blackview A5. Ну и давайте, наверное, сделаем следующим образом. Для начала посмотрим, что у нас идет в комплектации помимо самого телефона. Стандартный для Blackview адаптер с нашей вилкой. Кабель зарядный, microUSB на USB. И вот такие достаточно простенькие наушники. Ничего сверх выдающегося нету. При этом, даже если вы возьмете самую дорогую модель Blackview, на данный момент это, по-моему, P2 новинка. А там будут те же самые белые простенькие наушники. Идет инструкция на английском языке. Такая вот нехитрая, но достаточно полная комплектация. Ну, такая вот цветовая гамма у этой линейки. А при этом телефон сразу одет в силиконовый бампер. Помимо прочего, сам бампер имеет цвет телефона. То есть, если у нас это голубой, то вот он добавляется. Сам телефон, видите, такой как бы 3D пикселями какими-то разрисован. Если мы возьмем черный, будет плюс-минус то же самое. У Blackview есть один небольшой минус. Он заключается в том, что на него сложно какие-либо дополнительные чехлы потом найти. Вполне симпатично, да? Переливается. Темненький бампер у нас получается на черном телефоне. Ну, белый, соответственно, белый. Так, а есть у него еще какая особенность. Если мы снимаем транспортировочную пленку, то под ней мы видим еще одну пленку защитную, которая наклеена без пузырей, без каких-либо проблем. И это хорошо, да? То есть, если вам достаточно пленки, вам не нужно стекло, то вы всегда можете снять транспортировочную и пользоваться той, которая наклеена снизу. А что мы сделаем? В первую очередь, мы снимем с него защитную пленку. Вот так мы ее положим, потому что я ее потом обратно приклею. И снимем крышку. Почему мы снимем крышку? Все до безобразия просто. Это можно делать ногтем, просто у меня ногти, к сожалению, слабые. Есть некоторые индивидуумы, которые кричат «О, грибок!» Идите эти индивидуумы и потеряйтесь. Это не грибок, это, к сожалению, другая болезнь, которую не получается вылечить, поэтому не плюйтесь на мои ногти. Значит, что у нас здесь происходит? У нас здесь аккумулятор, и на этом аккумуляторе наклеена защитная пленка. То есть, первым делом мы снимаем защитную пленку, вставляем сюда карту памяти microSD, сюда первую, сюда вторую симку. То есть, у нас две отдельные сим-карты стандартного формата microSD. Или вообще SD. Сейчас посмотрю, секунду вернусь. Да, просто microSD карты сюда лезут. Просто положить и всё. Да, представляете, просто положить и всё. А сим-карту я ставить не буду, потому что телефон не поддерживает такие вещи, как 4G, и замеры его скорости не столь интересно. А карту ставить надо ровно по одной простой причине. Здесь очень мало встроенной памяти. Поэтому, да, я хочу достаточно много чего сюда закачать, и карта памяти мне просто необходима. Значит, сейчас я... Ну, давайте включим всё-таки. У телефона плюс, не плюс, не знаю, как сказать. Кому-то это будет плюс, кому-то нет. А здесь диагональ 4,5. То есть, это достаточно небольшого размера телефон. Абсолютно ничего выдающегося нет. Очень скромные характеристики. Но при этом, ребят, да, его цена 3000. Он в том числе является регулярным товаром у меня. А если он вам нужен, 3000 рублей он стоит, плюс пересыл. Вуаля. Немного чего есть. Всё это дело можно выкладывать на рабочий стол. Номол. Голосовой поиск. Бах, вынули. Если наполнится, соответственно, будет влево-вправо. Можно двигать. Да, абсолютно ничего выдающегося. В камере нет. Но при всём при этом всё вполне различимо. Значит, что я сейчас сделаю? Пойду, закачаю на него нужные программы. И вернёмся тестировать. В том числе поделаем фото. И вы сможете посмотреть исходники фото. И понять, насколько он хорошо фотографирует. Сейчас вернусь. Итак, немножко поднакачали. Всякого разного, разнообразного. Давайте предмет не посмотрим. Настройка яркости только вручную. Автоматической нету. Учитывайте этот момент. Это касаемо раз. А касаемо два. Вот эти вот кнопки, которые находятся на телефоне, они без подсветки. В остальном, я думаю, давайте начнём с GPS-теста. Просто памяти маловато. Мне нужно кое-чего сносить. Целых три спутника видят. Ребят, видите, целых три спутника. Он в видимости, но не используется пока ни один. О чём это говорит? О том, что использовать его как навигатор, большой вопрос, получится или нет. Давайте ещё раз GPS-тест. Блин, ребят, GPS заработал. Не работал, не работал. Бах, заработал. Ну, заработал достаточно простенько. То есть, у нас 14 в видимости 5 используется. Но худо-бедно работает. Худо-бедно работает. И давайте посмотрим, как он будет отражаться на тех же самых Яндекс-картах, например. Ну-ка. Окошко поднёс. Ничего не меняется. В общем, ребят, вот сейчас только хотел сказать, что он обманывает. Но вот более-менее стало близко. Ну, скажем так, показывает более-менее хорошо. За 3000, я думаю, можно простить такое качество GPS-а. Давайте посмотрим. Система BlackVIA5. Телефон, ну, потому что маленький размер. MT6580. ГИК-оперативки. У вас там хорошо видно. Давайте так немножко ещё поправлю. Ну, всё простенько. Всё до безобразия простенько. Это надо понимать. Но тут и цена. 2000 мА ёмкость. Маленькая. Ну, что поделать. Больше здесь и нечего смотреть. Давайте посмотрим, сколько касаний он у нас отражает. Всё, ребят. Два касания, не более того. Не шибко разбежишься, согласитесь, да? Ну, опять же, 3000 рублей. Так, давайте посмотрим. Антуту? Чё далеко ходить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Тесты мы сделали, синтетику посмотрели, результаты. Давайте, наверное, делать резюме. Телефон маленький, 4,5 диагональ. Сейчас 4,5 диагональ, но достаточно редкое явление. Камера простенькая, аккумулятор слабенький. Условно слабенький, то есть он мощнее, чем у того же iPhone. У iPhone 1440, здесь 2000 мА аккумулятор. А при этом подсвета кнопки нету и так далее и тому подобное. Все простенько. А его главный плюс, это его цена. Его цена, еще раз повторюсь, на момент публикации данного видео, 3000 рублей. Плюс-минус пару сотен, может быть, будет плясать. Если бюджет ограничен, вполне смело можно брать. Что получаем? Получаем наушники. Мелочь за 3000, это очень приятно. Наша вилка, наша прошивка, все хорошо. Смело могу рекомендовать. Бюджетный телефон для ребенка. Худо-бедно во что-то поиграться сможет. Попользоваться сможет. Скайп, ватсап, прочие вещи. А может быть, бабушкам, дедушкам, которые сидят до сих пор на Nokia 3310, наконец решили на что-то смениться. Почему бы нет? Просто, если вам ничего такого архиважного не надо, бюджет ограничен. Опять же, за 3000 вы получаете вполне хорошую трубку. При этом, звезд с неба, она не хватает. Но, опять же, это ограничение бюджета. Далее начинаются А8, А8 Max, Е7, Е7С, П-серия. Они стоят дороже. Вот. Позволяют деньги. Да, не вопрос. А8 Max, Е7С, либо тот же самый там, ну, R6. Да, ну, совершенно другие вещи. Ну, как бы, интересно, зайдите, посмотрите. У меня обзор на них. Через какое-то время будут на все эти модели. Да, Black и мне в этом отношении нравятся. Black и Hompton. Вот. Это регулярная модель. Что это означает? Это означает, что вы можете зайти, поинтересоваться, есть ли в наличии, либо через сколько будет, и заказать. 300 рублей пересыл по Российской Федерации. Остальные страны надо уточнять. А за всем, думаю, с обзором закругляемся. Сейчас у вас будет ряд фотографий, которые были сделаны на него. И, собственно говоря, внизу в описании есть, ну, там, флешки, которые на него хорошо подходят. И, собственно говоря, ссылка на исходники фото. За всем все. С вами был я, Михаил, канал Картавый Блогер. Ну и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok